Здравствуйте, дорогие! Если вы еще сомневаетесь, что информация идет с тонких планов, и ее очень много сейчас здесь, на планете Земля, то попробуйте сами выразить изнутри себя хоть несколько предложений божественной мысли, только не по трафарету, не по шаблону, не так, как кто-то уже когда-то сказал, а то, что вы никогда не слышали. И впервые сами себе это можете сказать. Любые слова нежности, любые слова напутствий. Вот попробуйте себе перед тем, как выходить из дома на работу, сказать какие-то слова напутствия. Вот я вам сегодня, сейчас предлагаю информацию Архангела Гавриила, который мне очень дорог, Вашему вниманию. Итак, принятие точка входа в поток. А поток – это движение. Нам всем интересно, что это за такое принятие, что это за поток. Вот сегодня Архангел Гавриил нам передает такую информацию. Поток – это чрезвычайно разумная и эффективная система, предназначенная для того, чтобы обеспечить вас всем, что вам нужно в данный момент времени. Сопротивляясь ему, вы отказываетесь от поддержки в движении к своему следующему высшему самовыражению. Принятие – это точка входа в поток. Поток – это движение. Вы остаетесь в потоке, следуя своему сердцу, следуя по пути наименьшего сопротивления и радости, и делая то, что соответствует вашей истинной сути, вы управляете потоком с помощью благодарности и позволяете ему направлять вас, следуя знаком и синхронистичности. И используйте свою веру и доверие для того, чтобы стабильно оставаться в потоке достаточно долго, для того, чтобы произошла магия. Если вы находитесь в принятии, но движение не ощущается, то возможно две вещи. Во-первых, вы можете находиться в состоянии энергетического ожидания, когда все, что должно соединиться для движения, происходит в кавычках «за» сценой. Во-вторых, вы можете испытывать сопротивление, продолжая держаться за то, что, как вы знаете, не способствует вашему высшему благу, либо продолжаете вовлекаться в то, чего не желаете. Дискомфорт всегда является первым и самым верным признаком сопротивления. Если вы ожидаете, когда вас кто-то спасет, значит, вы рассматриваете себя в качестве жертвы. Принятие и поток – это процессы сотворения. Их суть не в том, чтобы отказаться от своей силы, а в том, чтобы двигаться вперед к обретению своей истинной силы, выбирая то, что чтит вашу суть в каждый момент сейчас. Есть несколько существенных элементов, позволяющих достигнуть результата в потоке и принятии. Это, конечно, само принятие, вера, доверие, позволение и благодарность. Если у вас не получается достигнуть желаемых результатов, проверьте, где в вашей жизни ощущается недостаток какого-либо из этих элементов. Дорогие, не стоит беспокоиться о том, что вы можете войти в поток в неверном направлении. Сделать это просто невозможно. Поток немедленно повернет вас, где бы вы ни были. И ваша вера и доверие должны помочь вам позволить этот поворот. Это означает, что вы добровольно двигаетесь с потоком, даже если сначала вам кажется, что все идет не так, как вы думали, поскольку поток прекрасно вынесет вас в точности туда, куда вам нужно для осуществления вашей мечты. Позвольте своему Высшему Я вывести вас. И верьте, что у Вселенной всегда есть план, который часто может быть гораздо лучше, чем вы можете себе представить. Мы понимаем, что для многих из вас это может значительно отличаться от шаблона в кавычках «без борьбы и боли нет достижений», в котором вы росли и воспитывались. Будьте терпимы и добры к себе, начиная использовать эту новую, в кавычках, операционную систему, которая поддерживает ваши высокие энергии. Веселитесь, экспериментируйте, творите, двигайтесь вперед и знайте, что поддерживаем вас и помогаем вам на каждом вашем шагу. Когда вы судите, вы выбираете отрицание и разделение. Это активное сопротивление, в конечном счете всегда ведущее к дискомфорту. Когда вы в состоянии принятия, вы выбираете единство. Это активирует позволение и всегда, в конце концов, ведет к миру. Многие из вас спрашивают, как мне полюбить себя? Вы можете сделать это разными путями, но наиболее важно здесь стать, в кавычках, «безопасными для самих себя». Безопасны вы ли для самих себя? А если нет, что вы можете сделать для того, чтобы стать таковыми? Начать это хорошо с доброты к себе, с постоянства, поощрения и принятия. Если вы испытываете сейчас трудное время, мы рекомендуем вам поиграть в небольшую игру под названием «В этот момент сейчас». Больше всего в стрессовых ситуациях вызывает неизвестность будущего или попытки удовлетворительно собрать вместе определенные вещи. К сожалению, беспокойство не может создать никакого «позитивного» в кавычках «топлива» для ваших творений. На самом деле именно ваш страх каких-то неприятностей в будущем вызывает у вас неприятные ощущения сейчас. И вы немедленно фокусом своего внимания создаете именно то, чего боитесь. Большую часть времени ваше сейчас просто отлично. Ваша сила творить желательные изменения идет от освоения бесконечной силы момента сейчас. Поэтому, если вы чувствуете, что вас поглощает забота о будущих результатах, мы призываем вас обратиться к самим себе и соединиться с тем, что хорошо в настоящий момент. Например, в кавычках «В настоящий момент мне тепло, я сыт, я в безопасности». Или «В настоящий момент я дышу, я жив, со мной все в порядке». Или «В настоящий момент все совершенно хорошо. Сосредотачиваясь на том, что хорошо работает, я облегчаю свое будущее». В настоящий момент всегда несет вам дары. Даже если все, что вы можете для себя найти, это тот факт, что вы живы. У вас есть повод для радости. Вы же живы. Монументальные изменения начинаются с сосредоточения на том, что работает, на том, что используется поддержкой в данный конкретный момент сейчас. Монументальные изменения начинаются с сосредоточения на том, что работает, на том, что пользуется поддержкой в данный конкретный момент сейчас. Дорогие, поэтому найдите центр своей силы и позвольте себе выровняться с энергиями, которые напоминают вам, что вы любимы, что вам обеспечена помощь и безопасность. Можете ли вы посмотреть сегодня на себя в зеркало с любовью? Можете ли вы говорить себе только добрые слова? Если это кажется вам сложной задачей, вам нужно просто открыть для себя. Это просто необходимо для вашего роста и развития. Архангел Гавриил Архангел Гавриил Архангел Гавриил Архангел Гавриил Архангел Гавриил